День российского кино День российского кино Плановое заседание депутатской комиссии Сильнейшие волейболисты Центральной России завершили сезон Десногорске Прямо сейчас об этих и других новостях подробнее. Волшебные голоса, живой звук и настоящие эмоции – все это с лихвой присутствовал на концерте участников первого сезона проекта «10 песен атомных городов», который прошел в Десногорске в минувшую пятницу. О том, как это было, смотрите в нашем сюжете. Плановое заседание депутатской комиссии Большое спасибо вот этим хорошим людям, которые вышли с инициативой, создали такой классный проект, вовлекли туда нашу молодежь, нас всех собрали здесь, нам эти песни показали и мы вместе с вами их поем. Это праздник. География концерта была очень обширна. К нам приехали музыканты из Заречного Пензенской области, Новоуральска, Соснового Бора, Полярных Зорь, Железногорска и Москвы. Конечно, не обошлось и без участников проекта «От Десногорска». «10 песен атомных городов» уже собрал сотни участников и еще больше зрителей разных возрастов, ценителей творчества атомщиков. Сам этот проект очень много значит для нашего города, помогает приобщить наших горожан к какой-то деятельности культурной. Мне здесь очень нравится. Для меня это удовольствие получаю. Очень нравится концерт, песни моей молодости. Я с удовольствием слушаю этот концерт. Красивая сцена, очень много цвета. Народ потянулся, это немаловажно, конечно. Атмосферно. Проект продолжает свою работу. После нашего города им предстоит объехать еще 7 атомных городов. Всего в этом году участвует 21 город. Поддержка жителей очень важна для дальнейшей работы и судьбы проекта. Вашей активности будет зависеть, продолжим мы дальше или нет. Поэтому на вас вся надежда. Будьте с нами. Проект «10 песен атомных городов. Территория культуры. Музыка вместе». Давайте будем вместе. Подписывайтесь на канал, смотрите видео и ставьте лайки. И тогда, в следующем году, проект «10 песен атомных городов» обязательно продолжит искать новые таланты. Ночь кино – это всероссийская акция, которая стартовала в 2016 году. В последние годы она набирает популярность и уже проходит практически во всех регионах России. Открытые кинотеатры со свободным ходом и лучшие фильмы отечественного кинематографа. Как прошла Ночь кино в Десногорске, мы расскажем в нашем сюжете. Организаторы акции – Министерство культуры, Российской Федерации, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ». Ее основная задача – это поддержка и популяризация российского кинематографа. В этом году фильмы выбирались путем зрительского онлайн-голосования. Был предложен список из 26 фильмов российских кинорежиссеров, среди которых были «Движения вверх», «Лед», «Я худею», «Собибор» и другие отечественные киноленты. Победителями стали «Танки» Кима Дружинина, «Рубеж» Дмитрия Тюрина и «Последний богатырь» Дмитрия Дьяченко. Начался показ с фильма сказки «Последний богатырь», в котором главный герой Иван попадает в сказочное Белогорье. Там и начинаются его приключения. Маленькие десногорцы были просто в восторге. Фильм крутой, там прикольно, когда из уха такая «Гани родила», из уха такая всех сносит, офигенно. Еще было интересно, как ночью, и там, когда у них ночь была, тоже было прикольно. Взрослому населению нашего города тоже было что посмотреть. Фильм «Рубеж» Дмитрия Тюрина – фантастическая история, основанная на трагически известных событиях Невского пятачка. В этом фильме Вторая мировая война переплетается с современностью. Именно так герой перемещается во времени. Примечательно, что в этом фильме снимался Сергей Чертков, которого десногорцы знают и помнят как местного жителя. Картина «Танки» – российский приключенческий фильм режиссера Кима Дружинина. Действие фильма разворачивается в 1940 году. Фильм рассказывает своеобразную, не имеющую ничего общего с реально происходящими событиями, приключенческую историю тайного пробега на прототипах танка Т-34 конструктора Михаила Кошкина в Москву с целью утвердить производство новых танков, которые впоследствии помогли Советскому Союзу победить в Великой Отечественной войне. Десногорцы по достоинству оценили и сами фильмы, и возможность посмотреть их под открытым небом. Это очень классно, потому что хоть какая-то развлекаловка в городе, то есть какие-то развлечения. И это очень классно, что это все бесплатно, то есть все могут приходить, все могут смотреть, и всем удобно, всем комфортно. Мне очень нравится, я хочу, чтобы такое каждый выходной было. Вот просто, очень классно. Идея очень замечательная. Хочу сказать, что побольше бы такого материала, побольше бы таких фильмов происходило в нашем городе, Десногорске, было бы очень здорово. И побольше мультфильмов, потому что у нас есть у всех дети, соответственно. И поскольку сейчас был сеанс вечерний, хотелось бы, чтобы наши дети тоже это все увидели. Надо отметить, что это уже не первый раз, когда руководство города балует жителей возможностью посмотреть кино бесплатно и под открытым небом. В этот раз в акции приняли участие более ста десногорцев. Показ фильмов закончился далеко за полночь. В пятницу состоялось заседание депутатской комиссии, планово-бюджетной, по налогам, финансам и инвестиционной деятельности, а также по вопросам развития города, городского хозяйства и экологии. Какие вопросы рассматривали и сколько вынесено на сессию, смотрите в нашем сюжете. На повестке дня комиссии стояли 9 вопросов. Два из них были посвящены бюджету Десногорска. Первый вопрос об исполнении бюджета за первый квартал 2018 года. Второй вопрос – информация о дебиторской и кредиторской задолженностях по состоянию на 1 июля. Главный инженер МУПККП Николай Курлаков отчитался о работе в подготовке к отопительному сезону. Уже заканчиваются работы на магистральных теплосетях города. Следующим вопросом в повестке стояло принятие в собственность объектов движимого имущества, компьютерного оборудования и автобуса. Далее депутаты обсудили норму жилого помещения для предоставления нуждающимся по договору социального найма. Следующим пунктом в повестке дня депутаты рассмотрели обращение родителей детского сада «Аленка», который просит отреставрировать уличные веранды. Это основные вопросы, которые комиссия приняла решение вынести на 54-ю очередную сессию городского совета. 25 и 26 августа на спортивных площадках физкультурно-оздоровительного комплекса «Десна» проводился открытый кубок Центрального федерального округа по пляжному волейболу среди мужских команд по инициативе Всероссийской Федерации волейбола и руководства компании «Полимер». Десногорские спортсмены выступили очень достойно. Подробности далее. Соревнования такого масштаба в нашем городе проводятся уже не в первый раз. В эти выходные на спортивных площадках состязались сильнейшие пары из восьми регионов Центрального федерального округа. Это заключительный этап, потому что чемпионат у нас уже закончился. И здесь, кстати, на этих соревнованиях играет и чемпион Центрального федерального округа, и призер этот как раз пара Абрамов-Исаев из Рязани. Но уровень этих соревнований говорит о том, что они не прорвались в финал даже за первое-второе место. 30-градусная жара и яркое солнце не смогли испортить настроение у участников и болельщиков соревнований. Все матчевые встречи прошли в упорной борьбе. Ни одна из команд не чувствовала себя явным фаворитом турнира. Десногорские спортсмены выступили очень достойно. Бондарев Сергей и Николенко Владислав заняли третье место. Вторыми стали Алексей Ковиченко и Константин Ефременков. Первое место у мужчин из Воронежа. Волейбол приятно здесь играть. Погоду заказали. Завершение лета очень получается комфортно. Комфортно и положительно. Надо брать пример с Десногорска за уровень соревнований, за то, что они берутся развивать такой вид спорта, как пляжный волейбол. Интересный, динамичный, азартный, зрелищный. Поэтому организаторам большое спасибо и удачи в их продолжении. Мы очень рады, что мы заняли первое место. Неожиданно, конечно, мы постарались, мы сыгрались. Давно игр не было таких каких-то серьезных. Спасибо вам. Спасибо. Десна ТВ объявляет кастинг телеведущих. Все желающие, независимо от возраста и пола, могут попробовать свои силы и имеют шанс стать новым лицом канала. Все подробности через социальные сети или по телефону 722-01. А теперь коротко о погоде. 28 августа в Десногорске будет малооблачно, небольшой дождь, гроза. Днем плюс 24, ночью плюс 16. На сегодня это все новости, все самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefistv.ru. С вами был Виталий Волков. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова